Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня меня попросили поговорить, взять интервью с активистом нового общественно-политического движения, которое называется «Нура де Либа, Свободу и Галю Амиру» Юрием Фридманом Саридом. Мы встретились в уютном Иерусалимском кафе, недалеко от площади Кикарцион, а также от Иерусалимской Ирии, в доме, который носит название Бейт Морешет Урицви Гринберг, дом наследия национального поэта Израиля Урицви Гринберга. Это, по-видимому, не случайно, поскольку Гринберг постоянно пребывал в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, даже когда окружающие не понимали этого, и писал об этом великолепные пророческие стихи. Ну, к стихам, может быть, мы вернемся, а сейчас я передаю микрофон Юрию. Юрий, скажите что-нибудь. Добрый день, меня зовут Юрий Фридман Сарид. Я представитель нового общественно-политического движения, как уже сказал Михаэль, которое называется «Нура де Либа». По-арамейски это означает «огонь в сердце». Так, хорошо. Ну, тогда я для начала, как бы для затравки, для настроения, прочту несколько стихотворений Гринберга. Это стихотворение из цикла «Дворовый пёс», которое он написал где-то, может быть, в начале 50-х годов. Собственно говоря, ситуация была очень похожа на нашу теперешнюю, во всяком случае, в глазах поэта. И вот этот цикл большой, там 23 стихотворения, я взял несколько из них. И когда всю страну затопило ложью, Всё и вся пропитав ядовитой солью, Я ладони мои поднимаю с дрожью, Ибо нет мне власти над этой болью, Всё ничтожно пред этой болью. Утром встану, на площадь окно распахну, Вот примета несчастья, взгляните сами. Это враг, но легко ли уличить сатану В том, что горе отчизны его трудами? Месть и меч пламенеющий, где ты? Жирен, будто бы он беремен. Духом вижу врага приметы, И жена жирна, и сыны его, И жирны холопы вокруг него. Но тоска на лице у него самого, И в глазах конец, И нет никого, Кто поднял бы в воздух его всего, И отправил раздувшегося его, Да с душонкой мышиной дрожащей, Прочь от нашей отчизны болящей. Ладно, хватит пока. Да. Спасибо, как мне кажется, Это стихотворение очень точно Описывает нашу нынешнюю ситуацию. Да, значит, я специально распечатал Из компьютера с группы Нурады Либо, Которая недавно была открыта на Фейсбуке. Программу начинается призывом. Люди, мы выставляем на ваше обозрение письмо в СМИ. Есть желающие подписать, подписывайте. Без комментариев, только подписи. Здесь ставьте имя, фамилию, город, А я тут же буду вносить. Эта программа, этот призыв возымел колоссальное действие. За несколько дней подписались сотни людей. Я был в их числе. Ну, подробности, может быть, расскажет Юрий. Подробности нашей программы. Сначала я просто опишу ее, Постараюсь максимально коротко. У нас несколько основных пунктов. Первый пункт – это отмена так называемого закона Игаля Амира. Позже я уточню, о чем идет речь. И освобождение самого Игаля. Второе, связанное с этим, – это выяснение обстоятельств убийства Рабина. Третье, очень важное для нас, – это расследование заключения соглашений ОСЛА и привлечение к ответственности тех, кто за это отвечает, простите за тавтологию. Четвертое – это необходимость судебной реформы в нашей стране. Крайняя необходимость, о чем много говорят. И последнее – это прекращение левой монополии на средства массовой информации. Вот, если коротко, программа нашего движения. Собственно говоря, это программа естественная. Каждый нормальный человек понимает, что это самое необходимое, что нужно сделать в стране. Это основа любых изменений, любых реформ. Без этого как бы жизнь невозможна. Но почему же пришлось создавать новое движение? Неужели другие партии не охватили этих вопросов? Значит, первый вопрос. Отмена закона Игаля Амира и его освобождения. Надо сказать, что в нашей стране упоминание самого имени Игаля – это табу. Оно упоминается только раз в году, 4 ноября, в день убийства Рабина, и упоминается соответствующим образом с положенными по списку проклятиями. Это первое. На чем мы основываемся в этом требовании? Во-первых, убийство Рабина по-настоящему не было расследовано. Есть очень много противоречий в официальной версии. Я не сторонник теории конспирации. Тем не менее, есть огромное количество вопросов, так называемые 58 вопросов журналиста Адира Зика, на которые так и не было дано ответов. Есть огромное количество противоречий. Несомненно, Игаль покушался на жизнь Рабина, но не доказано, что Рабин погиб именно от его выстрела. Это первое. Но независимо от этого, мы считаем, что Игаль Амир должен быть освобожден. Не потому, что мы поддерживаем это деяние, ни в коем образом, я хочу это подчеркнуть, нет никого в движении, кто бы оправдывал убийство политическое и, в частности, убийство премьер-министра. Речь идет о другом. Как известно, у нас существует практика, согласно которой люди, приговоренные к пожизненному заключению за аналогичное преступление освобождаются примерно после 25 лет заключения. При этом Игаль Амир все годы не имеет и доли той прав, которую имеют, скажем, арабские террористы с кровью на руках. Да, напомню, что арабских террористов с кровью на руках, приговоренных к пожизненному заключению, регулярно освобождают, как по истечению определенного срока, так и по обмену, и бывает, что в качестве жестов доброй воли. Вопрос, Юрий. Но мы же знаем, что Игалю позволили создать семью, родить сына. Как это соотносится с тем, что вы сказали? Соотносится это очень просто. Во-первых, он длительное время содержится в одиночном заключении. По международному определению, принятому ООН, содержание в заключении свыше трех лет, содержание в одиночном заключении свыше трех лет, рассматривается как разновидность пытки. Он содержится таким образом 24 года. Ему было запрещено молиться в Миньяне, и ему было на просьбу дать ему молиться в Миньяне. Шаббас заявил, что поскольку в отделении, где он находится, есть не одна одиночная камера, у заключенных создается ощущение Миньяна. Что касается возможности жениться для него. Сначала по поводу возможности освобождения. Специально для него в нарушении всех принятых международных норм, в нарушении любого закона, был принят специальный закон Игаля Амира, лишающий его возможности досрочного освобождения через помилование. Во-первых, это закон, который принят персонально для одного заключенного. Во-вторых, это закон ретроактивного действия, что просто является беззаконным. Интересно в этом плане, почему молчит такая организация, как Международная Амнистия, например. Мы не слышали ни одного звука с ее стороны, при том, что они бросаются в бой буквально за любого уголовника, которого, как им кажется, неправильно содержат. Более того, кроме Международной Амнистии, еще более удивительно, что на эту тему промолчал богатц, который присвоил себе право отменять законы, принятые Кнессетом. При том, что этот закон, закон Игаля Амира, полностью противоречит основному закону о правах человека. Поехали дальше. Что касается женитьбы, которую ему милостиво разрешили, когда было объявлено о том, что он хочет жениться, была поднята истерика в средствах массовой информации, требовали не дать ему возможность жениться, не дать ему возможность продолжить род. И этим этарств... Причем это право, которое имеет у нас каждый арабский заключенный, включая террористов с кровью на руках, которых, повторяю, выпускают по Амнистии, выпускают после отбытия и так далее, и так далее. Если вы помните, Самир Кунтар, да сотрется его имя, по-моему, дважды женился в нашей тюрьме, родил детей, и никто ему в этом не препятствует. Теперь становится понятно. Мне довелось недавно присутствовать на предвыборном съезде нашей самой крайней правой партии АЦМА «Иудит». На этом съезде я записал на видео все выступления. Там также присутствовали крутые телекамеры от нескольких информационных агентств, но после этого съезда Кеннесса я не видел в прессе, во всяком случае, на Фейсбуке, в интернете каких-либо роликов, отрывков из выступлений. Может быть, были, но мне на глаза они не попались. Но весь мой репортаж опубликован в моем аккаунте на Фейсбуке, и люди смотрят эти выступления. Что меня поразило, это то, что во время этих выступлений ни разу не упомянули не только имена наших, так сказать, проблемных заключенных, вроде Задорова, Амира, имя Азарии, с которым расправились, тоже поправ многие законодательные и прочие положения. Ни слова не было о разнузданной кампании травли полицейского, который, защищая свою жизнь, случайно убил распоясавшегося хулигана. И возник какой-то вакуум, простота. Действительно, не говоря о том, что не было упомянуто этих имен, не было даже упомянуто имени Рава Каханы. А ведь партия Ацма и Удид, она себя определяет как последователи Рава Каханы, его ученики, последователи его идеологии. Ни о Раве Кахане, ни о его погибшем сыне не было сказано ни слова. Поэтому, когда появилось вот это движение, которое прямо говорит о своих целях, я, например, отнесся к этому с огромным вниманием и уважением, и поддерживаю, как говорится, всей душой. Потому что если страна, государство не озабочено правосудием, то дни этого государства сочтены. Само слово «государство» имеет корень «суд». Мдина, Дин. Это самая главная основа. Это то, ради чего оно существует. Все остальные функции вторичны. Если у нас сидят люди, пожизненно не совершившие убийства, значит, на каком свете мы живем? Где мы находимся? С нами можно делать все, что угодно. Теперь давайте перейдем к еще одному нашему требованию. Это расследование соглашений ОСЛА и привлечение к ответственности преступников ОСЛА. На мой взгляд, нынешняя ситуация, тупиковая ситуация, в которую зашла страна, она имеет корни именно в соглашении ОСЛА. На взгляд очень и очень многих юристов, в частности адвоката Шефтеля, это соглашение преступно. Шефтель называет создать творцов этого соглашения не иначе, как преступники ОСЛА. Если вы слышали, в 1994 году вышли мемуары Абу Мазана, нашего партнера по переговорам, который рассказал о том, с чего начинались соглашения ОСЛА. По его словам, неопровергнутым, соглашения ОСЛА начались с письма, начались перед выборами 1992 года, с письма Арафату Шимона Переса. В этом письме Шимон Перес обратился к Арафату с предложением, с предложением, послушайте, признать организацию освобождения Палестины и начать с ней переговоры. Я напомню, что в то время она считалась террористической организацией, любые несанкционированные правительством контакты были запрещены законом. Так вот, Перес обратился к Арафату с предложением начать переговоры в обмен на то, что Арафат организует поддержку израильских арабов партии Авады на выборах 1992 года. Если вы слышали, последние два года в Соединенных Штатах Америки два года пытались повесить на президента Трампа сговор с Россией с целью вмешательства в выборы Соединенных Штатов враждебного относительно государства России. В нашем случае, если это правда, речь идет не о вмешательстве в выборы враждебного государства, речь идет о вмешательстве в выборы, о приглашению к вмешательству в выборы террористической организации. В свое время в Кнессете, когда об этом стало известно, были разговоры в Кнессете, требовали создать комиссию по расследованию, тем не менее расследования не было. Вы знаете, чем это закончилось, вы знаете, к чему привели нас соглашение ОСЛА. Я напомню, это около двух тысяч убитых, это около десяти тысяч раненых, это миллиарды и миллиарды денег на безопасность и так далее, и нынешняя тупиковая ситуация, в которую мы пришли. И самое страшное, это признание так называемого палестинского народа и каких-то его прав на нашу землю. И тут самый момент прочитать еще немножко из Гринберга. Я взглянул, и вот эта площадь в окне, Мне стрелою в грудь возвращает взгляд, И я силою крови горячей моей вознесен и объят, И разверз я уста, возглашая, О, есть ли что-то дороже, чем Родина, братья? Вот над нею смыкаются, вот объятья, Но не солнце она, а корабль проклятие, И не в море она, распахни окно. Я вдохнул и добавил так, Больше в доме сидеть не в мочь, Вон, Кедор Лаомер, твой враг, Выйди вон, и да сгинет прочь. Выхожу я в тоске, горяча она, С ликом Авеля, что над кровью встал, Кончить Каина, брат мой, враг мой, Выхожу воздать ему долг свой. Вижу, предо мной встает стена, Здесь Кедор Лаомер сжировал. Нет, не примирюсь я со стеной, Загремел в ворота, Эй, война, эй, ты жирный, выходи на бой. Вышел жирный, на пороге встал, И в улыбке обнажил оскал. Что война, зачем она нужна? Лучше будем в мире и любви, Нежиться без ярости в крови. Мы отвоевались, меру знай, Свет не бар Геора, а закай. Нам его ученье вечный рай, Отдыхай, любезный, отдыхай. Я слушал, и стало мне ясно вполне, Как пахнет проказой речь. Говоря со мной, говорил не мне, Но так, чтоб внимание привлечь, Что он пастырь для всех бедолаг И ревнитель общественных благ. Я слушал, и вдруг ощутил вполне, Чем пропахло его крыльцо. И рот мой путь преградил слюне, Спасая его лицо. Как с маленьким он говорил со мной, И с опаской, как в дебре лесной. Он говорил, говорил, Но я повернулся спиной. Я продолжу говорить о соглашениях Осло. Дело в том, одна из любимых мантр левых Заключается в том, что Игаль Амир убил демократию, Пытался убить нашу демократию. По этому поводу можно сразу же сказать, Что если демократию можно убить покушением на лидера, То это называется не демократия, Это называется диктатура. И действительно, в те годы мы чувствовали себя, Что мы живем в деталитарном государстве. Партия Авода получила власть, Я не буду говорить о голосах израильских арабов, Полученных с помощью Арафата. Партия Авода пришла к власти на программе, Абсолютно противоположной той, Которую они начали проводить после выборов. Это не демократия. Все демонстрации протеста Замалчивались прессой, Однозначно левой, Жестоко разгонялись полицией. Мирные демонстрации, Когда люди из Зуарцейну выходили Со связанными руками и поднимали их, В знак того, что это демонстрации мирные. Демонстрации разгонялись. Если вы помните, Осло-2 было заключено С помощью открытого подкупа Двоих депутатов от партии, Членов Кнессета от партии ЦОМОТ, Это Гонана Сегева и Алиса Гольдфарба. Это не демократия. Это не была демократия. И Игаль Амир неоднократно подчеркивал, Что он пошел на площадь царей Израиля Только после того, Как были исчерпаны все демократические способы Остановить это безумие. Демонстрации замалчивались, Голодовки замалчивались. Я не оправдываю его деяния, Еще раз подчеркиваю, Но я могу понять его отчаяние, Потому что я сам тогда, И многие вокруг меня Пребывали точно в таком же отчаянии. Да. Я хочу прочитать забавную заметку, Которая появилась сегодня на Фейсбуке. Да, вот она. Детский вопрос. Если признать аксиомой, Что главное свойство руководителя На службе обществу Мессерут Нефеш Самопожертвование. И чем выше он рангом, Тем это качество должно быть ему более присуще, То у нас должны быть всего две партии, Продвигающие своих представителей во власть. Партия Поларда и партия Амира. Что вы скажете по этому поводу? Я скажу, что это сильное высказывание. Это сильное. Я продолжу. Самое страшное, на мой взгляд, Это было не только соглашение ОСЛА. Если вы помните, В тот же период Проходили переговоры О возврате Галан в Сирию. При этом Галаны Это не спорная территория, Как официально Государство Израиль именует Иудею, Самарию и Газу. Галаны Были суверенной Израильской территорией На тот момент. Проходили тайные Закрытые переговоры И делалось все, Чтобы в кратчайшие сроки Их заключить И сделать ситуацию необратимой. Позднее Мартин Индик, Это американский посол Клинтона, И позднее посол Обамы В Израиле, Который осуществлял Челночную дипломатию, Мотался в Дамаск, Касаду и в Израиль. Он впоследствии признал, Что покушение Амира Остановило передачу Голландских высот Сирии. Если помните, Это именно Жителям Голланд Великий демократ Рабин Сказал, что вы можете Крутиться как пропеллеры. Именно жителям Голланд Когда зашли об этом разговоры. Вы можете только Представить себе В какой бы ситуации Мы оказались сейчас, Если бы на берегу Кенерета У нас был бы Игил и сирийцы. Только представьте. Ну, я думаю, что Можно на этом уже И завершить наш разговор. И в конце разговора Пусть опять прозвучит Уриц Вигринберг. Переводы, которые я читаю, Это мои переводы, Которые сделаны При помощи Рава Зеева Султановича Под руководством Руководителя семинара Переводчиков Игоря Бяльского. Итак, Вид, что от глядящего скрыт, Не ищите вы его Днем с огнем, Видит только ваша собака. Вид, что пару тысяч, Однако, Лет вам не открыть Нипочем. И поэтому Идет и скулит, И не смотрит На беспечный народ, Что мелькает перед ней И снует. Отстает она, На месте кружит, Видит кровь, Пролитая вод, И ее, Как в лихорадке, Трясет. А предатель, Замышляя измену, За какую бы Продать себя цену, В мягком кресле В теплых тапках сидит. С ним копье Пилигрима и щит, И перо, Словно меч блестит, И плетет, Плетет сети он Для рыбешек, Что впали в сон. Словно коршун Нахохлен весь, Клекот вдруг Разверзает рот, И собачий вой Над страной. Вообой! Ангел смерти здесь. Пусть же буду, Как пес, Собака, Сторожить Бедный Древний Дом, Под хлыстами Дождей Без страха Прославлять Облака И гром. Лучше буду, Как пес, Собака, Из пророков Гонимых Псов, Чуя фальшь, Угрожать Крахом, Чем Властителем Сладких Снов Миллионов Жидов. Галут, Сыт Натут, А потом Капут. Лучше буду, Как пес, Собака, Бедный Древний Дом Сторожить, Чем Под властью Креста И мрака Жемчуга И пурпур Носить. И мне Лучше В моей Стране Длящей Боль И дарящей Боль, Где Поставлен Трон Сатане, Где Вражда Непреклонных Воль, И пророчества Здесь Ганима Всяк Насмешку Над ним Творит. Ни один Он был Камнями Бит, Прорицатель И Иерусалима. Здесь Пророки В такой Же Славе, Как В Бердичеве И Варшаве. Но Вражда Не страшна Стране, Даже Смерти Она Сильней. Я Же Гость Этих Дней На Дне, Что Таланты Мои Перед Ней. Удивительно, Как эти Стихи Перекликаются С нашим Временем И с нашей Ситуацией И с нашей Темой. Я хочу Напоследок Процитировать Своими Словами Процитировать Но это Почти Цитата Точная Из Показаний Игаля Амира Комиссии Шамгара. Он Сказал В истории Ясер Арафат Останется Нобелевским Лауреатом А я Мерзким Убийцей. На мой Взгляд Этого Не должно Произойти. Да. Спасибо За внимание. Присоединяйтесь К Движению Нура Делиба. Спасибо. Всего Хорошего.